Еще одно нововведение, правда пока отложенное с 1 января до 1 июня, согласно соглашению об ассоциации с ЕС, будет запрещено переработчикам молока покупать молоко, сырье у частных домохозяйств из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм. Вы категорически против этого? Не хотите пить качественное молоко? Нет, я хочу пить качественное молоко, но утверждать, что украинские селяны дают не качественное молоко, это ображать и украинских селян, и принижать Украину, и приведет к тому, что вырежут наших корей. И потом вместо украинского молока будем пить польское, голландское, или еще какое-нибудь другое молоко. Речь идет о том, что отсутствует контроль качества за этим молоком. Будь ласка, ветеринарну службу відновити, державну службу по контролю за качеством продукции відновити, дати селянам можливості, щоб вони робили качественную продукцию, дати доильный аппарат, приймати молоко, звозити молоко. А что сейчас делается? Забороняйте, продавайте. У нас 14 миллионов людей живет в селе. И я не хочу корову бачить, как динозавра в музее. Я хочу, чтобы в каждом селянском дворе была и корова, и порося, и гуси, и кури. И для этого нужно поддерживать селян, а в нас и до этого просто вырежут коров. Олег Валерьевич, вот раньше же были дотации на содержание крупного рогатого скота, люди получали по 500 и по 700 гривен за корову. Правильно. Держава этого не делает, потому что проводят политику, торгуют сировиною и торгуют национальными интересами, вместо того, чтобы торговать украинской продукцией. Наша команда зареєструвала в парламенте закон, чтобы на каждую тонну вывезенного зерна запроводить аграрно-сировинный сбор и десь порядка 7 миллиардов гривен спрямовать на дотации тваринницу. Треба не забороняти селянам молоко продавати, потому что люди живут в селе. Від молока, від огирка, від помидора продано. Если заборонить продавати молоко, коров вырежут, чем годовать сельские семьи. Поэтому нужно не заборонять продажу молока, а дать селянам возможность это молоко правильно доедать, в чистую посуду, правильно сдавать, охладить, качество дотриматься, чтобы люди заработали. В результате этого решения литр молока был 5 гривен, теперь 2 гривни. Кто людям вернет эти деньги? Поэтому мы будем очень жестко зараз вимагать от влады защитить интересы селян.